приветствуем всех на нашем вебинаре доброе утро доброе утро традиционно мы хотим проверить насколько нас слышно и насколько все хорошо все ли работает пожалуйста на вкладочке questions если вы нас слышите поставите плюсики поставьте плюсики чтобы мы понимали что нас слышно все хорошо отлично так если вдруг вы нас не слышите нет звука попробуйте переклик подключиться к вебинару если вам не нужно наше видео видео которое мы транслируем с нашей как бы аппаратной то можно его отключить вот на картиночке как раз показано как это сделать запись обязательно будет мы вебинар мы всегда выкладываем и сегодня саша покажет где находятся видеоролики как их посмотреть сегодня мы поговорим немножко не на ту тему которая была анонсирована девчонки анонсируют у нас стандартную тему мы немножко с сашей не любим повторяться стараемся вести свои вебинары всегда немножко про разное сегодня мы расскажем в нашем небольшом мастер-классе как управлять товарами внутри 1с и внутри 1с битвикс управления сайта том то есть мы покажем и саша вернее покажет как правильно создавать товары с торговыми предложениями обычные товары внутри 1с как правильно эти товары потом попадают к нам в продукт то есть вот на экране у меня как раз план вебинара немножко остановимся о том как правильно выгружать сложные фотографии то есть когда фотографии не просто привязаны конкретному элементу а привязаны к торговым предложениям так называемой скию как настраивать дерево групп и так далее ну будем двигаться последовательно начнем с первого пункта как установить и где получить наши новые модули 1с битвикс для 1с повторюсь и мы уже не раз это говорили что модуль который мы разрабатываем нестандартный этот модуль нужно скачать и установить и как раз сейчас саша покажет как это правильно делать и как все это делать переключаюсь на него и он будет это демонстрировать так ушло к тебе еще раз всем привет сначала покажу где можно скачать наши модули и для вообще никаких конфигураций для каких стран они есть наши модули можно скачать на сайте на странице 1s.1s.bit.ru и там в разделе интернет-магазины скачать как раз есть таблица со всеми нашими модулями то есть сверху указано какая страна и какое прикладное решение 1с данном случае мы будем показывать на управление торговлей 11 редакция скачать можно с этой страницы двумя способами или нажать на кнопку сразу на версию которая выделена синим цветом или же конкретно выбрав правильной торговли и здесь будут видны все релизы которые выходили в данном случае кликаем последнюю здесь написано главный список изменений что было изменено конкретно в этой версии есть даже можно скачать порядок установки руководства пользователя какие-то там дополнительно важная информация ну и так же само собой можно скачать сам модуль нажимаем скачиваем если модуль вышел недавно то он выделяется красным цветом то есть если до двух недель ну вышел две недели или ранее то выделяется красным цветом в данном случае совсем недавно я обновлял УНФ редакция 1.6 для Украины поэтому сейчас выделяется так модуль мы скачали сейчас мы его показываем в папке распаковываем его он всегда запакован в zip-архиве а потом его запускаем и устанавливаем устанавливается он по умолчанию в каталоге шаблонов где приняются все шаблоны и 1s и наших модулей мы его копируем потому что потом мы будем указывать файл с нашим модулем именно вот с этой папки устанавливаем вот туда нажимаем готово после этого мы заходим в нашу базу 1s в режиме конфигуратора в данном случае у меня конфигурация и самая последняя которая есть это 11 2 3 185 по умолчанию если конфигурации не было никаких изменений то она закрыта для того чтобы замочек стоит для того чтобы она была открыта нужно нажимать поддержка настройка поддержки здесь кнопка включения возможности изменения данном случае у меня уже замочек это снят поэтому у меня этого этой кнопки нет после этого мы заходим в конфигурацию нажимаем пункт конфигурация сравнение с конфигурации из файла указываем наш конкретный модуль то есть я специально сохранил путь каталогов шаблонов захожу в него захожу в один из битрикс здесь выбираю обмен месяц как будто много различных модулей от листера убираем обмен сайтом здесь выбираем нашу т 11 2 3 и здесь выбираем последний мод указа файл выстречивается окно сравнения объединения очень частая ошибка то что люди вначале не снимают все флажки нам не нужны все объекты которые находятся на файле они многие объекты они необходимы чтобы не терялись ссылки при накатывании нашего модуля вот поэтому вначале нужно снять все объекты а потом сделать действие и установить по подсистеме из файла указываем наш модуль и вставляем флажок включать объект различных систем нажимаем кнопку установить у меня платформа более-менее новая поэтому интерфейс немножко изменился но в данном случае и пункт есть то есть как бы может быть действие находиться снизу как и сверху то есть как бы почти все то же самое нажимаем кнопку выполнить так если возникает окошко неразрешимой ссылки нажимаем кнопку продолжить нам вот тут объекты не нужно если нажать пометив все для объединения то тогда база 1с может быть некорректно уже работать потому что эти объект они будут изменены будут очищены некоторые функции процедуры и нужно будет потом откатываться поэтому нажимаем на кнопку продолжить так но то мы сохраняем все конфигурации мы накатили теперь нам нужно обновить базу данных к саму конструкцию хранить и обновить базу данных нажимаем на кнопку и всем или вместе браться базу данных но сейчас он немножко будет думать как она думает если у вас будут вопросы по ходу нашего рассказа то вы можете задавать их на вкладочке questions мы обязательно будем на них отвечать мы обычно саше отвечаем перемежутках между как бы разделами мы рассказываем какой-то один разделчик потом отвечаем на вопросы поэтому разделы все что-то непонятно и двигаемся дальше поэтому если у вас будут какие-то вопросы вы можете мне как бы задавать их questions пока кассаж рассказывает я стараюсь ответить на какие возможно вопросы сам если вопрос интересен будет больше более большой аудитории то на него будет отвечать саш но пока обновляется смогу рассказать еще по нашу страничку но тут как бы модули последняя версия 66031 вот если старой версии которую мы уже не поддержим то соответственно версия более 100 допустим для вот 11.1 версии последний 5.0.8 и она обновляться не будет ну зато как качается ему немножко не про это еще есть другой раздел в котором качаются наши другие модули но эти модули уже для для буса для уже для 4 есть так называемый новый 1с tracker всякие модуль по экспорту печатной форм плюс причем он есть через расширение то есть деланы как интеграция в конфигурацию и также есть через расширение в данном случае через решение то есть такой механизм 1с расширения чтобы вместить изменения без изменения сама конфигурации смотрим так здесь решилась нужно делать организацию у вас здесь нажимать что включено нажимаем кнопку принять сейчас по быстренькому все построит так все у нас все обновилось теперь мы запускаем саму 1с не нас еще запускай из конфигуратора нового нет ничего откуда запускать пока запускать знаете в вопросе позадаю можно ли обновить модуль обмена если в 1с работает несколько пользователей по умолчанию стоит блокировать обновление конфигурации смотрите данном случае наверно вас не получится нужно то есть конфигурации нести сможете но не сможете обновить базу данных потому что там уже монопольный доступ чтобы там произошла реорганизация то есть там нужно будет выкидывать все равно определенный момент сейчас версия 1с ут ушла значительно дальше 11 2.3.66 модуль поддерживает последние версии да как раз таки этот модуль и накатываю на самую последнюю тэш которая есть то есть смотрите если модуль не работает какой-то из нового который вы пишете и в техподдержку или на форуме тогда я оперативно выпускаю новую версию модуля которая подходит для последнего тэшки данном случае там стоит 1123 66 потому что она навсегда более новых также работает модуль для комплексной автоматизации редакции 2 будет а уже есть на самом деле если посмотреть сейчас еще страничку есть модуль ерпи 2.1 он точно такой же как комплексной автоматизации может спокойно оставить и работать надо чтобы он был и там свежий вообще если посмотреть и у т-11 и ерпи 2.0 и к2 2.1 одна и та же система клинического по торговле может скобочки укажем что они подходят вот для еще этих двух систем чтобы клиенты как бы не но для ерпи у нас отдельно есть такая штука вы можете для комплексной автоматизации еще поставить продавая в скобочках да поставим или просто продублируем ссылку лучше не скобочках лучше отдельную ссылочку для нее сделаем просто 1 идентична по сути так ну что у меня запустился 1с самого начала вообще очень много тоже вопрос особенно кто не разбирается в базе 1с я не стал базу чистую запускать на база дома что хоть там какие-то данные были там случае организация контрагент чтобы этого не водить то что до случае у нас с алюминары показать как создать товар ну правильно здесь не скажу чтобы там полностью сто процент его создать как позволяет тут нет я покажу базовый функционал как создается товар как его правильно привязать свойства к этому товару как создать как сделать так чтобы появились характеристики как эти характеристики тоже к ним привязать свойства вот как настроить выгрузку этих пульсиски в пульсиском дереве групп как там нас привязать картинки и так далее вот для начала мы создадим товары заходим в раздел все администрирование заходим саму номенклатуру для начала давайте мы создадим специально для нас виды номенклатуры и там мы с одним два вида номенклатуры кстати видом тоже такая сущность которая позволяет привязывать кучу всяких параметров для товара ты такой сразу переход резкий сделал то есть мы первой части как мы обещали мы рассказали вам о том как установить модуль где его скачать а теперь саша фактически перешел к следующей части в которой рассказывает о том как правильно создавать товары мы расскажем как создавать простой товар и расскажем как создавать товар с торговыми предложениями в 1с немножко по-другому называется это 1с управление сайтом 1с битрикса называется торговое предложение в 1С, это, насколько я понимаю, товар с… То есть такое предложение в 1С – это характеристики товара. Фактически товара. Давай еще тогда пару вопросиков, чтобы уже уйти с первой части полностью. У меня версия модуля 4.0.5.1, модуль 5.0.8 можно накатить? Накатить можно, но, скорее всего, если сразу перепрыгнете на 5.0.8, то у вас, скорее всего, перестанут работать настройки венов, вам нужно будет его пересоздать, потому что иначе вам нужно поставить версию 5.0.1, поставить обработку перехода настроек, а потом поставить 5.0.8. То есть у вас очень большие различия получаются на настройках, поэтому, скорее всего, нужно будет пересоздать настройки. И еще последний вопросик, остальные я как бы сам поотвечаю. Как насчет УПП на сайте версии 47.2, сейчас уже 80-е вышло? Ну, по идее, смотрите, она должна работать. Если же не работает, пишите мне или в техподдержку, я оперативно обновлю. Просто мне не приходило сообщение, что она несовместима. То есть, значит, несовместима, и можно спокойно ставить. Отлично. Ну, тогда идем к товарам и начинаем рассказывать по товарам. Так. Для начала мы создадим... Так, мы будем выгружать вообще работу с двумя товарами. Вообще с двумя типами товара. С характеристиками и без характеристик. Поэтому мы создадим два разных вида номенклатуры. Создадим первую номенклатуру. Назовем его... Клабис характеристик. Ну, добавим группу доступа, срочную. У нас в нем не будет характеристик, поэтому у нас флажок не ставят. Здесь есть раздел доп. реквизитов. Добавим реквизит для этого вида. То есть, это у нас то свойство, которое будет отображаться в товаре, которое будет выгружаться на сайт. Грубо. Вообще, конечно, это дополнительный реквизит, но на сайте это будет как свойство. Так, записываем. А, мне указали тип номенклатуры. В данном случае это у нас будет товар. Также, извините, описание вида номенклатуры. Так, добавляем. Описываем. Добавляем свойства. В данном случае, какое свойство? Делаем страна-производитель. В данном случае здесь есть тип значений. Тип значений, дополнительное значение – это справочник выгрузится. В данном случае здесь можно выгрузить разное, что там из организации выгружать значения, из подразделений, там разных. Также есть простые типы. Буливая дата, строка, число, валют. В данном случае у нас здесь будет тип дополнительного значения, и у нас выгрузится на сайт как список. И создадим парочку значений. вот у нас появился вид номенклатуры и теперь давайте мы вот мы его выбрали и давайте создадим вообще в одиннадцатом особенно в последних версиях такая штука что удобно выбирается вид номенклатуры и потом можно создать сразу товар и в этот товар сразу поставить вид номенклатуры то есть и вообще отображение можно сделать не так, чтобы было по номенклатурным группам а конкретно по виду номенклатуры в данном случае создадим товар назовем его поставился вид номенклатуры назовем его телевизор для печати скопируем единица хранения в данном случае здесь это база база уже демо здесь уже какие-то единицы измерения есть но вообще они подбираются из классификатора можно указывать и они подставляются потому что все эти коды международного сокращения она стандартизирована указан штук ставка индексов у нас автоматически подставляется 18% ну вот так ну давайте запишем так ну как бы провел телевизор ну и все информации по нему кстати если посмотреть здесь дополнительный реквизитор и появилась наша страна предварительная она у значения не заполнена давайте его заполним так и еще тоже очень частый вопрос спрашивают как вы грузите вес или или объем в данном случае есть наверное настолько стоят такие что у нас нет упаковок поэтому у нас вес только вес нет вроде бы гружается вес нет и объем на этом в данном случае если посмотреть сейчас мы найдем где вот в разделе единицы измерения условия здесь у нас показана единица измерения то есть у нас у нас не стоит флажок что упаковка если на этой упаковке то мы можем гружать так называем несколько единиц измерения с разным коэффициентом и там базовая единица можно указать там вес с брутом и вес нет и тогда он будет поставляться в данном случае упаковки не будем использовать потому что она смысла нет у нас будет указаться только базовая единица измерения штуки поставим флажок что у него есть вес в данном вес у нас будет 5 килограмм наш телевизор и у него будет объем объем у него будет 250 заполнили эти информации потом в дальнейшем когда мы будем настраивать выгрузку уже в самих настройках обмена сайта я укажу как раз таки чтобы эти информации в сайт выгружался так запишем на данный момент 1С поддерживает множественные коэффициенты вот таких весовых товаров то есть ему можно задавать различные количества этих наборов может быть делители вот этого веса в данный момент в 1С управление сайтом выгружается только один одна единица измерения и один вес но через некоторое время выйдет обновление оно уже находится на тестировании насколько я знаю и битрикс тоже будет поддерживать множественные коэффициенты множественные единицы измерений в рамках одного товара и чуть позже Саша скорее всего сделает чтобы оно и поддерживалось при выгрузке из 1С когда будет реализовано с точки зрения модуль интеграции это сделать совсем непросто это уже мы заложили в нашу схему XMM как у КМС МЛ расширенного вот то есть все это возможно так сейчас заполню тоже так здесь упаковки упаковки нам не нужны так я создал два товара простых товаров а теперь мы создадим вид номенклатуры который будет работать с характеристиками создадим новый вид вообще здесь вид номенклатуры можно как бы разбивать по разным тоже группам чтобы было как-то все порядочно в иерархии поделено но в данном случае мы просто показываем как это делать и мы не будем как бы что-то слишком все усложнять ставим вид номенклатуры назовем ее поставим флажок что у нас используются характеристики есть выбирается по-разному общий для этого вид номенклатуры индивидуальный для номенклатуры для оптимизации вам рекомендую указывать общий для этого вид номенклатуры тогда у вас база 1С не будет очень сильно развиваться потому что товар это свойство будет храниться в разрезе виде номенклатуры по доступам врачи тип также у нас укажем товар вообще у нас это демо-база если ее настраивать как бы там убрать все лишнее в настройках самого утешки когда она пустая то там куча всяких этих ненужных пунктов исчезнет заходок реквизита мы здесь для этого вида номенклатуры сделаем так запишем его попробуем так в данном случае у нас уже свойство было можно было ну в странном производителе можно было ее добавить еще создать копировать но я просто перенес из другого набора и также мы добавим а даже нет еще добавим свой вид мемклатуры чтобы показать потом и тип его поставим число точность 0 вот нас будет количество страниц она будет индивидуальная для этого вида мемклатуры создаем еще реквизиты которые будут в этой характеристике в данном случае товар у меня будет один называться будут тетрадки поэтому сделаем ему дополнительный реквизит тип тетрадки тетрадки типом будет дополнительное значение и у нем будут значения тетрадки это просто так на дно типа просто чтобы продемонстрировать тут тоже заплатить значение заполняется обязательно заголовок все это настраивается вот записываем вот и нажимаем сохранить у нас товар с характеристиками сохраняется вообще здесь как бы есть посмотреть дополнительно то значение по умолчанию то есть мне кажется не будут рассказывать что-то такие же дебри но смысл в чем значение по умолчанию если поставить то тогда товар создаваемый по этой демоклатуры будут автоматически доставляться эти значения шаблоны там как характеристика заполняется то есть как бы тут можно почитать здесь есть кнопка открыть справку в котором здесь все подробно написано что как заполнять все это можно почитать потому что демоклатура такая очень существенная такая существенная сущность УВТ что там много чего есть всякого вот если посмотреть тут выбираем этот товар с характеристиками нажимаем кнопку создать и называем ее смотреть так инице хранения если бы мы заполнили эту автоматуру она стояла вот штуки так что у нас тут указываем все значения сейчас будет россия и количество страниц будет 12 вот теперь давайте перейдем в характеристики и создадим две характеристики то есть одна с одним свойством другая с другим характеристики и создадим помощь наименовании можно так что она автоматически подставлялась по шаблону наш шаблон он не заполнен поэтому ручками всем создали мы товар и создали мы к нему характеристику давайте а ну что есть еще можно сказать есть есть описание из определенных файлов но в данном случае у нас не поддерживается такая штука у нас описание эти файлы как бы из файла не читается описание не поставляется на сайт потому что никакая проблема что клиент начнет подставлять файлы pdf начали подставлять какие картинки за это все падало потому что одиннадцатый начинал от всех читать начинал выгружать нечитаемые символы и все конец в данном случае давайте ему цитратку добавим какую-нибудь картинку ну просто чтобы посмотреть чтобы она была потом я вам покажу функционал как привязать картинки характеристикам специально чтобы это было все просто и удобно конечно можно привязать через присоединенные файлы но вообще это не очень удобно через свойства вот мы сделали товар и вообще получилось мы сделали три товара два простых и один с характеристиками вот теперь давайте мы сделаем вообще сделаем свой вид цены привяжем цены к этому виду соглашения сделаем так чтобы этот вид цен выгружался на сайт вот для этого нужно для начала надо нам создать вид цены где он находится не помню сам простой способ когда вы не можете найти тот или иной справочник всегда можно зайти нажать вот сюда вот и нажать на кнопку все функции если же нет этой кнопки то нужно зайти так сервис параметры нажать и пить кнопочку отображать команду все функции все функции здесь находим здесь находим вид номенклатуры потому что в утешки цены привязать к виду номенклатуры а тут ой вид тут виды цена так нажимаю кнопку создать и здесь называем так такой валюта цены у нас будет руб цена включает ндс ну если как бы тоже что настраивается как нужно нажимаем кнопку записать здесь очень много всяких дополнительных возможностей цена у нас это будет базовая способ задания то есть у нас будет не наценка будет вышка задаваться так мы создали ведь цены теперь мы привяжем цены к этому так теперь мы будем искать этот товар то здесь как бы ставится отбор укажем конкретно что нам нужно к наште цена так скажем что у нас товар без характеристик ну вот у нас тестовать вид цены и два товара укажем здесь цены на всякий случай здесь цена на конкретную дату давайте так это можно но все равно на всякий случай чтобы точно все работало поставлю вчерашнюю дату потому что выгружаются цены на текущий момент если к примеру дата не совпадает то тогда цены могут не угодиться и холодильник 2000 возьмем кнопку применить измененную цену так у нас по остались но так же у нас есть товар сложный с нашей тетрадки выберем его вот у нас тетрадки сама тетрадка общее существо нам не важна нам важны только характеристики потому что нужно будет указывать только характеристики так здесь укажем 5 здесь укажем 7 нажимаем кнопку применить вот у нас все у нас цены привязаны но эти вид цены у нас на сайт не грузится не грузится по той причине что у нас выгружается привязываться на сайт не к видам цен а к соглашениям поэтому нам нужно создать наше соглашение указать там этот вид цены для этого мы заходим цены маркетинг в типовые соглашения с клиентом кстати нужно понимать то что в общих настройках есть настройка по которым определяется вообще есть ли работа с соглашениями с типовыми она должна быть включена чтобы можно было работать нажимаем кнопку создать в том где ставим здесь валюта запчетный ds и здесь нету нашей конечно за организацию а спать почему у нас ведь цена на срок стоит забыл поставить флажок нужно решить редактирование использовать при продаже вот появилось так у нас но для того чтобы он еще появился во первых должен быть определенные условия сегмент клиента должен быть пустой если у вас это стоит настройка и должен стоять флажок доступно для обмена сайта в данном случае должен стоять флажок что используется обмен сайтом я кстати покажу вам как создам все вот ну для примера а график оплаты укажем просто чтобы он создался на самом деле конечно это нужная штука но в данном случае нашего вебинара мы просто укажу тот который уже есть вот вот мы его создали и он выгрузится на сайт пока не забыл я вам расскажу про настройки какие здесь есть во первых из главных настроек в разделе CRM и маркетинг здесь есть настройки CRM сейчас буду вспоминать байк важная настройка это про партнеров нужно ли их вести вместе то есть мы те kaf как партнеры есть контрагенты, это как бы разные сущности немножко и нужно ли их выгружать, у вас всегда выгружаются контрагенты, а в документе можно показать как партнеры, то есть это важная настройка. Так, из маркетинга, здесь важная настройка несколько видов цен, если вам нужно, чтобы на сайте были несколько разных типов цен, чтобы еще, то флажок это нужно ставить, чтобы можно было создать несколько видов цен, создать несколько соглашений типовых, к ним привязывать разные виды лица. Так же здесь штука со скидками, но здесь скидки, они еще не до конца не доработаны, это все будет. Есть общие настройки, здесь есть одна важная настройка, это использовать ли дополнительные кредиты и сведения. Вообще, если вы хотите, чтобы у вас были свойства, они могли выгружаться, флажок нужно ставить. Так, еще из настроек, в разделе продаж, если память не изменяет, как раз таки эта настройка использует типовые индивидуальные соглашения, то есть по молчанию, если у вас не будут стоять здесь, например, можете вообще не использовать, тогда вы не сможете создавать типовые соглашения, они не будут выгружаться на сайт и тогда у вас цену вообще не будет. Но еще покажу одну из настроек, тоже важно, тут их очень много, там выгружать, если вы работаете с заказами, с отгрузкой, ну это можно все почитать или посмотреть. И еще есть настройка синхронизации данных, есть раздел синхронизации обмен с данными и флажок обмен с сайтом, он нужно стоять, чтобы появилась в соглашениях флажок обмен с сайтом. Вот, ну заодно еще мы, что мы сделаем, мы подобавим остатки на эти товары, то есть тоже покажу все очень, очень простенько. Заходим в раздел закупки, сделаем документ поступления, нажимаем создать, на дату, пускай сегодняшняя организация. Поставщик принят, но я укажу какого-нибудь, который есть, и будет экип, и мы добавим товар, который у нас уже есть. Укажем телевизор наш, количество у нас будет 5. Кромобильник. Ну и добавим наши тетрадки. Конечно, можно, если так называемая номинкултура поставщика, привязывать именно, что контрагент может продавать только те товары, но это я не буду показывать, поэтому здесь укажем характеристику. Так, ну конечно же укажем склад. Склад у нас по умолчанию поставился центральный, как раз на этот склад у нас вот эти остатки. Проводим документ. Так, вот он создался. Сейчас немножко сложную штуку скажу. Посмотрим, какие у нас были движения этого документа. То есть, это движение, так называемое, это, даже не знаю, это учетная система, и все делается в рамках движения. У нас создался документ, у нас появились остатки на определенных регистрах накопления. В том случае остатки увеличились. Если посмотреть движение документа, здесь можно увидеть, здесь есть регистр накопления, свободные остатки. Как раз таки именно из этого регистра у нас вытаскиваются все, ну, объезжаются остатки на сайте. Можно здесь видеть, что у нас есть вид движения приход. У нас на... В этом регистре накопления по складу центральному появились, добавился такой товар. Вот. В данном случае мы добавили товар, сделали цены, добавили остатки. Теперь нужно сделать уже настройку и как-то выгрузить все это на сайт. Вот. Создаем настройку, взбавлю товаров. Будем гружать на сайт. У меня где-то адрес сохранился. Вот, может, мне поможешь, укажешь пароль? Да, легко. Сейчас я не знаю, здесь русский язык сейчас стоит. Да, русский. Угу. Так. Ну, укажем каталог лога, это блок-файл, где у нас все это будет храниться. Ну, блок-файл, это там описаны тексты файл, в котором описаны все пункты, которые выполнялись во время обмена. То есть это может было открыть, посмотреть, из-за чего ошибка, или как долго выполняется тот или иной обмен. Обмен. Ну, участок обмена. Так, выгружать мы будем только товары, и у нас будет обмен только изменен. Появилась такая опция, просили, чтобы можно было не дегативировать товар. Когда у нас полный обмен, то у нас всегда дегативируются товары, которые не были в этом обмене. И некоторые люди попросили, чтобы он могло это не выгружаться, ну, не дегативироваться. Поэтому появился такой флажок. Ну, в данном случае у нас будут выгружаться только изменения. Кстати, я вам рекомендую выгружать только изменения, потому что в данном случае обмен очень-очень выполняется быстрее. Выгружается только то, что изменилось. При создании настройки у нас тогда стоит флажок «Выполнять полную выгрузку принудительно». Она выполняется только один раз. Если обмен выполнен со 100% успешно, этот флажок автоматически снимается. И в дальнейшем выгружается только то, что стоит в контроле изменений. В данном случае у нас будет только выгрузка изменений. Давайте настроим выгрузку информационной инфратори. У нас здесь есть каталог. Мы говорили, что расскажем о пользовательском деле в игру. Давайте его настроим. В данном случае в 1С, я, кстати, когда создал товар, я забыл указать, в какую группу будет входить тот или иной товар. Поэтому у нас он попал в корневой каталог. Вообще при создании товара здесь есть указывается группа, в которой он будет храниться. Но в данном случае нам это не важно, потому что мы будем создавать свое дерево группы пользовательской. Поэтому мы создадим корневой каталог техника. Мы создадим две подчиненные группы. Это телевизоры и... Теперь мы укажем, чтобы в эту группу выгружался телевизор. Мы выбираем здесь телевизор, нажимаем стрелочку сюда. Появился в холодильнике. В холодильнике. Мы нажимаем стрелочку сюда. А создадим еще одну группу, корневую, назовем ее тетрадки. И туда укажем нашу наблюдатору тетрадки. И заодно еще, чтобы показать, мы создадим еще общую группу, напишем остальное. Но укажем туда не конкретно товар, а укажем группу. И мы туда укажем, допустим, кроссовки. Тогда в эту группу попадут все товары, которые есть в этой группе. Еще очень частая ошибка в видах номенклатуры. То, что люди указывают номенклатуру и сюда, и сюда. Если указать телевизор и сюда тоже, это же покажу, то тогда у нас тизер будет в двух группах. И в общей технике, в разделе техника, и в разделе телевизора. И это неправильно. Как правило, это никому не надо. Поэтому лучше это не указывать. Вот мы это, дерево групп, мы настроили. Дерево групп указан для каждого каталога. Здесь указан каталог, это вообще инфоблок, который создается на сайте. Фактически, Саша говорит о том, что вы можете сделать, во-первых, в рамках 1С это будет, например, один каталог. Это будет полностью ваш список ваших товаров, которые содержатся в 1С. А внутри управления сайтом это могут быть различные инфоблоки. У них может быть совершенно другая структура, потому что в 1С там все-таки принцип хранения, принцип наименования товаров, он может быть по одной схеме сделан, принцип структуры самого каталога. А внутри буса можно сделать так, как вам будет приятно для клиентов, как показать клиентам, чтобы было понятно клиентам. Вы можете делать дублирование, собирать товары из различных элементов в разные группы. Товар может находиться в разных группах. Это невозможно внутри 1С сделать, но с помощью управления деревом групп вы сможете это сделать. И фактически вы можете сформировать так каталог, как вам нравится. Вы можете разделить его по отдельным инфоблокам. Это очень важно для тех клиентов, у которых достаточно много свойств в рамках инфоблоков, когда это тысячи свойств, и необходимо, чтобы сделать более высоконагруженный проект, нужно их разделять по инфоблокам или угонять свойства в какие-то специфичные хайлоуд блоки, то вы можете делать так, как вам требуется именно для вашего проекта, разделяя их на различные структурные элементы. То есть, в принципе, штука гибкая. Если вы разберетесь с ней, то вы можете, в принципе, делать все, что захотите. Теперь мы настроим отборы. Угружаемые данные. Потому что нам не нужны все склады, которые выгружаются, нам не нужны все типы цен, которые есть в него в базе. Мы укажем конкретно один склад. И выгружаем в центральный склад. Память не изменяет. И соглашение. Соглашение мы укажем то, которое мы создавали. Это тестовый вид цены. Такое название. Есть здесь отбор по свойствам. В данном случае здесь можно указать, какие свойства вообще могут выгружаться для этого инфоблока. Но здесь я не укажу, потому что у нас есть отдельная настойка выгружаемых свойств. Там она, конечно, общая для всех видов инфоблоков. А здесь, конечно, конкретно для текущего. Зайдем в раздел товаров. Тут мы будем выгружать все, что здесь есть, но также я выгрузил, начал использовать вес и объем. Вес у нас, в принципе, есть такой параметр, вес, а объем у нас получения не выгружается. Поэтому мы добавим дополнительный реквизит, укажем его на объем. И укажем, объем у нас тоже на это, поэтому мы укажем объем на это. Здесь можно, в принципе, все что угодно указать. Вот реквизит, в том числе и из списка, а можно... что мы наименовали. А можно еще указать через код 1С, то есть здесь есть такая понятия номенклатура, это ссылка на номенклатуру, и здесь реквизит указаем. Проверяем, корректировать поле, все хорошо. Здесь даже можно написать... Если память не изменяет... Верхний регистр. Проверяем корректность. Все хорошо. В данном случае у нас наименование будет в дополнительном реквизит, выгружаться наименование в верхнем регистре. Вот так. Еще есть реквизит описания в формате HTML. Смотрите. У нас по умолчанию не выгружается описание, потому что она в УТшке, как внешний файл. Но вы можете сюда указать, чтобы какое-то описание было с вашего, реквизита. Это может быть наименование, а может быть какому-нибудь там просто строка. Я просто хочу показать. Проверяется корректность, и все. В данном случае этот плановственный реквизит, он служебный, и он попадает как раз таки в описание. Он не будет отображаться в реквизитах. Так, в данном случае мы укажем предложение. А, забыл указать. Поставим, чтобы у нас выгружались картинки и файлы. И по свойствам. В данном случае по умолчанию у нас выгружаются все свойства вообще. Для того, чтобы они не выгружались, можно или ручками поставить, не выгружать туда-то или туда-то. Или у нас есть такая кнопка, которая сама анализирует. Выгружать или не выгружать. Нажимаем ее. Если видно, то у нас свойство выгружается. Это будет количество страниц числовое. Так, у нас выгружается обувь, поэтому у нас для обуви выгружаются какие-то реквизиты. Страна производителя, которым создавали цвет. И тип тетрадки. В данном случае у нас количество страниц, это числовое значение. И на сайте оно выглядит как числовое значение. И это свойство не сможет влиять на цену. Я правильно понимаю? Все верно. Вообще влияние на цену или что такое влияющие свойства? Это когда при выборе какого-то элемента свойства, например, мы выбираем размер одежды, меняется информация по этому товару. Она не обязательно должна прям меняться, но может меняться цена, может выйти другое описание, может появиться другая картиночка. То есть тем свойством вы задаете выбор совершенно другого товара. Это будет другой товар, другой размер, другой цвет и так далее. Вы можете, например, загнать, вот как сегодня Саша показывал тетрадки, они бывают в клетку, в линейку. То есть номенклатура называется одна, это тетрадь, например, тонкая, 12 листов. А внутри этой тетради есть два торговых предложения для наших терминов. Для терминов 1С это немножко звучит. Как правильно? Это будет товар с разными свойствами. С различными свойствами, характеристиками, насколько я понимаю. Для нас же это будет отдельное торговое предложение, тетрадка в линейку, это будет отдельное торговое предложение, тетрадка в клетку, это будет отдельное торговое предложение. И вот чтобы сделать этот выбор, нужно выгрузить свойства с определенным типом. Это могут быть два типа внутри 1С управления сайтом. Это тип свойства список и тип свойства справочник. В данном случае наш модуль поддерживает выгрузку и туда, и туда данных, и вы можете выгрузить и в справочник, и в список. То есть тут все зависит от того, насколько количество свойств большое, насколько свойство сложное, чем они отличаются. Списочное свойство – это обычный текст. Это обычно свойство, которое характеризуется, например, размером. Там XS, S, там M, L и так далее. То есть там буквенные цифровые какие-то значения, которые клиент видит на экране. Если же нужно свойство сделать более сложное, например, цвет, где указано название этого цвета, например, красный, лежит картинка этого цвета, если оно, например, не чисто красное, какой-то там перламутр или еще что-то. То есть такие свойства выгружаются обязательно в справочники. Справочники могут содержать любое количество элементов, любой набор этих элементов и выводиться на экран в том виде, в котором необходимо именно вам. Это может быть картинка, текст и так далее. То есть если такое свойство сложное, то вы выгружаете его в справочник. Вот как раз эта настройка дает возможность вам выгружать и туда, и туда. Вы можете выбрать из 1С, куда вам это нужно выгрузить. А вот зачем я поставлю, что он влияет на цены. У нас он будет как, все это не изменяет, как справочник. Так, поставим флажок. Ну, я поставил, что у нас уезжает картинка для характеристик. Это мы запишем и привяжем пару характеристик, пару картинок, какого у них характеристики. Так, для этого у нас есть свой раздел, называется «Картинки и файлы для характеристикой номенклатуры». Слева мы указываем конкретно товар, справа мы указываем характеристику. Сейчас немножко поехало. И снизу у нас есть прикрепленные файлы. Добавим парочку или файлов, или картинок. Добавим мы раз картинку. То есть, если выбрать, то она будет отображаться. Сюда картинку. Линеечку мы добавим. Пингвинов. В данном случае у нас на сайт выгрузятся вот эти вот привязанные картинки и характеристики. Так, ну все, мы привязали. Еще такой момент тоже расскажу по поводу картинок. На сайт выгружаются только новые картинки или измененные. То есть, если вы сделали настройку и выгрузили уже на один сайт картинки, то на второй сайт по умолчанию эти картинки не выгрузятся. Чтобы они выгрузились, нужно нажимать на кнопку «Принудительная выгрузка картинок». Она, если открыт этот флажок, то тогда она не будет выгружаться. Или же вам нужно поставить флажок «Выполнять полную выгрузку принудительной», что как будто это первый обмен. Но так как у нас выгрузка не производилась, у нас выгрузятся все картинки и будет у нас выгрузиться полная выгрузка принудительную. Еще такой момент, в товарах есть такое понятие как «версионность». Смысл его такой, что когда создается товар в 1С или изменяется, у него есть определенная версия данных. Если эта версия данных погружается на сайт, он там хранится. При повторном выгрузке на сайт товаров проверяется эта версия, если версия такая же, то товар не обновляется. Не обновляется ни картинки, ни свойств, ничего не обновляется. Товар просто будет пропускаться. Если же он изменился, то тогда он обновится. Изменяется версия тогда, когда он пересохраняется или удаляется. Помечательное удаление. Потому что если он его удалит, то он уже не выгрузит. Для того, чтобы он принудительно обновился, нужно также нажать на кнопку «Принудительная выгрузка картинок» или же в настройке версионности зайти и поставить флажок напротив товара. Тогда при каждой выгрузке у нас всегда будет генируется случайная уникальная версия, и всегда товар будет обновляться. Но вообще это нужно делать только тогда, когда оно на этапе этого отладки. Потом в дальнейшем лучше версионность будет всегда уникальная, чтобы быстрее работал обмен. Еще раз посмотрим, что у нас тут с настройками. Так, вроде все нормально. Теперь надо пойти на сайт и посмотреть, что уже у нас там на сайте. Может быть, его нужно настраивать. Так, заходим в раздел «В администрирование». Входим в интернет-магазин, в раздел «Интеграция ДНС» и смотрим, что у нас здесь в настройке. Главные настройки, конечно, они вот здесь не в расширенных, а вот в общих. Здесь заказы мы не смотрим. У нас будет создаваться по необходимости, администраторы. Но не стоит флажок изгружать торговые предложения и характеристики в отдельном инфоблоке. Если у вас на сайте в одиннадцатке есть товары сложные с характеристиками и хотите, чтобы эти характеристики выгружались, вам нужно поставить этот флажок, чтобы автоматически создавался инфоблок, в котором хранятся эти сами эти характеристики. Вообще для правильной работы управления сайтом, то есть для буса, это нужно обязательно галочку эту поставить, потому что все торговые предложения должны храниться по-хорошему в отдельном инфоблоке. Еще, кстати, немножко отличную от темы, есть вкладка «Эксперт каталога». Если вы импортируете товары с сайта в 1С, ставьте количество не 1, а 100-200, потому что у вас в данном случае товары выгружаются по одному, каждый запрос выходит по одному товару. Если вы хотите, чтобы у вас выполнялось не десятки часов, ставьте, если у вас товаров очень много, это тысяча, хотите, чтобы не выполнялось не десятки часов, ставьте здесь количество 100-200, чтобы в 1С сразу обрабатывало по 100 товаров, а не по одному. А давай по умолчанию, давай бак поставим на того, кто делает бус, чтобы исправили это число. По умолчанию стоит 1, это сделано, это было раньше сделано для достаточно слабых конфигураций, сейчас уже все, в принципе, достаточно быстро работает, и такое число просто слишком маленькое. Ну да, плюс еще у нас где-то стоит вполне, что у нас переработка импорт товаров с сайтом. Да, тем более. Окей. Так, ну еще указ, конечно, какой инфоблок. Посмотрим, у нас здесь, что у нас здесь есть на сайте. У нас только один инфоблок, конечно. Мы хотим, чтобы появился новый, точнее, даже появилось 2 инфоблока. Один с товарами, другой с предложением. Вот, тут мы настроили. Вот, и теперь давайте попробуем загрузить все это на сайт. Выгрузить, точнее. Одно сейчас проверим соединение. А, и еще так, момент. Есть флажок «Убжать лог на сайт». Если стоит этот флажок, то тогда на сайт у нас угружается лог обмена, который здесь выполняется. Но если же поставить флажок «Хранить файл обмена на сайт», то тогда в самом логе обмена в архиве там еще будет лежать файл «XML обмена». Ну, давайте тоже туда выгрузим. Так, и давайте сделаем обмен. Ну, пока выполняется обмен, мы можем вопросить. Да, давай вопросики позадаем. Я вот здесь пана отбирал. Это минимум, который вообще можно поотвечать. Так, давай, начнем с первого. Здравствуйте. Возможно ли стандартными средствами ВУТ создать множественное свойство для нескольких товаров, а потом выгрузить его в бус? Требуется выгружать множественные свойства так, чтобы они не дублировались в бусе, и по ним работал умный фильтр. Возможно ли данная операция без доработок к 1С и бусам? Множественное свойство. Если вы имеете в виду свойства, чтобы там, если, к примеру, светы, допустим, сразу три цвета выбирать, три значения, то такого в ВУТшке нет, невозможно. И выгрузить, в принципе, я не могу с модулем. Но вообще в бус это позволяет, и можно это как бы загрузить. Но это нужно дорабатывать с МУТшком. А мы типовые механизмы ВУТ не дорабатываем. Здесь, наверное, скорее всего вопрос немножко по-другому звучал. Здесь, скорее всего, говорят о том, что если в рамках буса обычно не создаются дубликаты свойств, они же только в рамках каждого инфоблока сделаются, то, насколько я понимаю, в ВУТ можно создавать свойства с одинаковыми названиями, и они могут находиться в разных местах. То есть, например, цвет может быть в одном месте, цвет в другом месте, и там в том красный, красный одинаковый. И по-любому же дубликатами они выгрузятся. В этом случае, да, будут дубликатами, и здесь, наверное, ничего не сделать. Да, здесь, я думаю, ничего не сделать, если вопрос именно звучал в этом плане. Сейчас посмотрим. Я сделал общее свойство, привязал его к двум товарам. Тетрадкам, когда была страна производителей, тетрадками и холодильниками. Посмотрим, что с этим общим свойством. Мне самому интересно, я смотрел такой механизм, как это будет. Еще вопросик. Есть ли у различных видов номенклатуры различные дополнительные реквизиты, причем не пересекающиеся, как их заводить? Ну, смотрите, если у вас разные виды номенклатуры для разных видов номенклатуры, то указывайте их в каждой номенклатуре свои дополнительные реквизиты. А потом привязывается товар к этим видам номенклатуры, и у вас будут конкретные номенклатуры, будут конкретные виды номенклатуры. Но, насколько я понимаю, в рамках БУСа это просто будут отдельные свойства. То есть полностью пересекаемые. У БУСа есть такая возможность заводить какие-то свойства, и система сама умеет в автоматическом режиме отображать и показывать только те свойства, которые есть задействованы в данном товаре. То есть вы можете в рамках одного инфоблока задать, например, свойства размера одежды и свойства размера обуви. И это сделано в нашем демо-магазине, который поставляется с продуктом. А выводится только то свойство, которое заполнено. Если у вас есть размер одежды, выведется размер одежды. Если нужен размер обуви, то выведется только размер обуви. Поэтому там пересечения никаких проблем не будет, можно выводить их. Еще раз, по видам nomenclature, если же у вас есть не пересекающиеся, то нужно сделать, скрупировать виды nomenclature так, чтобы там были только те свойства, то есть если у вас 3 не пересекающих массива свойств, то нужно стоит 3 виды nomenclature, чтобы были в каждом свои свойства, вот так. А если у вас для каждого там свои, то нужно создавать кучу видов nomenclature, что тоже не очень хорошо. Я не заметил, ты показывал, не показывал картинки сложные. Спрашивают, как каждой характеристике прикрутить картинку, например, обложку тетради? Я, кстати, вам привязал для одной характеристики две картинки, для другой – одну картинку. Так, этот вопрос мы уже ответили. Если характеристики будут не справочник, а число, будет ли возможность потом на сайте правильно отображать торговые предложения? Нет. Как я уже сказал выше, тут даже можно не Саше отвечать. Как я сказал выше, работа с торговыми предложениями, влияние на выбор торгового предложения может происходить только у списка и только у справочника. Если это не список и не справочник, смена торгового предложения не произойдет. Конечно, если у Саши не сделано так, что он числовые значения может выгрузить как один из этих видов справочника. Как раз-таки я поставил флажок «Влиять на цену» напротив свойства числового, и у нас конвертируется при выгрузке справочника. Отлично. Ну, это будет произойти от конвертации, то есть фактически ты эти числа преобразуешь в текст. Да. Правильно, что при импорте каталога из БУС в УТ все дополнительные реквизиты валятся в одну кучу. Например, для вида товара обувь доступна для заполнения в 1С размер, как для одежды. Вообще, да, будет все очень тяжело, и нужно будет ручками все это фреймировать. Но мы ведем работы по новой обработке импрода товаров с сайтов, и там будет все красиво. Можно будет указывать конкретно для разных товаров, для групп товаров с грузами, какие демократуры привязывать, какие там свойства создавать. То есть там будет все намного-намного гибче, и будет работать без глюков, и очень удобно. Но пока это все еще в процессе реализации. То есть Саша говорит фактически о такой же точной настройке, только в обратную сторону. Сейчас вы можете настраивать, как и откуда из 1С, и куда положить внутри БУСа, то можно будет также из БУСа настроить, куда положить это правильно в 1С. Будет шикарная штучка, сам с нетерпением ждем. Так, то есть в различных видах номенклатуры по отдельности созданы похожие характеристики. Или всегда нужно использовать только один дополнительный реквизит для разных видов номенклатуры? Смотрите, как вы хотите, на самом деле. Вы можете один указывать. В данном случае у меня была страна производительности, которая общая дополнительная свойство для нескольких видов номенклатуры. Вы можете конкретно создать, там было как раз, если видели, там был выбор, копировать это свойство, сделать его общим реквизитом или еще что-то. Я сделал так, чтобы он стал общим реквизитом. Вы могли бы его скопировать. То есть как хотите, вы так и назначаете свойства для конкретных, для видов номенклатуры. Так, реквизит доступен для обмена с сайтом. Это реквизит УТ или подсистемы Bittrex? Это реквизит УТ. У УТ есть типовой механизм обмена с сайтом, который разработан по стандартной схеме XML, CommerceML, не расширенный. И как раз для работы со стандартным модулем обмена как раз-таки нужен этот флажок. Так, Саш, здесь очень много вопросов было по поводу того, что где посмотреть вебинары. Давай покажем, где у нас в модуле есть вебинары предыдущие, где их можно найти. Мы в записи обычно их выкладывают в YouTube наши девчонки, которые отвечают за поддержку вебинаров. Мы не следим за этим, мы не знаем, как она там выкладывается, с какой периодичностью. Но мы с Сашей в модуле обмена с 1С подключаем все вебинары, которые мы проводим, мы подключаем внутри модуля. Вот сейчас как раз Саша покажет, где их можно найти. Смотрите, у нас сейчас заходите в раздел 1С Битрикс, здесь есть пункт «Посмотреть вебинары по интеграции 1С». Нажимаете сюда, открывается браузер. Тут как раз-таки есть вебинары, которые мы проводим. Конечно, они появляются периодически, добавляются. То есть, когда мы проводим вебинары, он через некоторое время попадает здесь. И здесь все интеграции, которые связаны вообще с 1С. А последний вебинар, который мы ввели по поводу управления заказами, он уже попал? Я смотрю, здесь что-то тут накосячилось. Еще не только наши поставили, другие. Но это надо девчонкам будет сказать. И нужно проверить, поставили ли вебинар, который мы делали последний по управлению заказами. Ну да, ну посмотрите. Я не говорил, чтобы они добавили, но может там что-то. Ну это мы посмотрим, проконтролируем, чтобы они изменили. Так, ну давай идем дальше. Так, ну дальше. Там обмен, насколько я понимаю, шел? Обмен он завершился, как у нас, это был первый обмен, но здесь у нас начало обновление. Всякие обновления произошли. Появление данных. Если посмотреть, то вроде как все успешно. Малышко проверить точно здесь нельзя. Так. Это мы закроем. Смотрим, что у нас появилось на сайте. У нас появился два новых инфоблока. Основной каталог товаров и пакет предложений. Так, здесь видно, что у нас появилось два, три раздела. Техника, твизеры, холодильники, тетрадки, в которых наша тетрадка. И в остальное. Куда попали все товары, которые были вообще в разделе и в подчиненных разделах основных. То есть тут у нас загружается не иерархия, а конкретно товары от всех этих подразделов. Так, давайте посмотрим, сначала технику зайдем. Посмотрим, что у нас тут. Давайте, телевизоры. Товар у нас простой. Название. Страна поставилась, Россия. Если посмотреть, то у нас подставился вес и поставился объем. То есть это у нас появилось дополнительное реквизитое. То есть это то, что я указывал ее на настройках. Очень многие, кто это именно спрашивает. Да, и еще я сделал свой реквизит, называется наименование, чтобы оно было с верхним регистром. Вот у нас он стал телевзор. Стал с верхним регистром. Здесь можно было, ну, там можно сделать любой код 1С, поэтому... Можно было сделать так, чтобы было все в нижнем регистре. Так, посмотрим, что у нас тут в торговом каталоге. Тут у нас есть, посмотрите, поставился топ-конденсор у нас процентов. Появился текстовый вид цены с ценой в 1000 рублей. Все правильно. И у нас тут есть склад с количеством 5. У нас стоял отбор по складам. У нас появился только один склад. То же самое, давайте посмотрим, что у нас в холодильнике. Создался символический код, само собой. У нас появился вес и объем, тоже, который мы указывали. Что-то картинка, посмотрите, у нас выгляделось, не выгляделось. Я не помню, поставлял или не поставлял. Тоже цена. Память не изменяет. Картинки нет, надо смотреть. Если у нас на 1С-клубе, посмотрим. Так, теперь посмотрим. Ну, ткать тоже там установлено свойство. Давайте сейчас посмотрим, что у нас в тетрадках. Видите, что товар с предложениями. На какой-нибудь тетрадь. Страна производителя тоже стоит. Сейчас, кстати, самое интересное, посмотрим в свойствах, что там будет. Это очень любопытно. Ну, давай посмотрим свойства у торговых предложений. То есть эти свойства-то стандартные не очень интересные. Ну, в данном случае, я просто показывал, что это общее свойство для разных видов номератора. Все, я тебе помню. Это его как общее для всего. Да. Заходим в пакет предложений. Первый. Здесь у нас стоит тетрад-линеечка. Свойства, которые у нас выглядят общие с обувью, потому что у нас выглядело все вместе, поэтому есть некоторые свойства, которые не используются. Тут у нас стоит в линеечку или в клеточку. Ну, вот в данном случае, не убегай отсюда. В данном случае нет никакой проблемы, что выгрузились общие свойства для всего инфоблока. То есть неважно, что выгрузилась обувь. На самом деле, при отображении ее на сайте, так как вышло только вот, значение задано только для какого вида тетрадка, то есть в линейку в данном случае, никакой проблемы не будет. Будет показано на экране свойства только вот, что тетрадка в линейку. Поэтому вы можете пересекающиеся свойства делать. В бусе есть такая возможность. Саша ее не поддерживает, потому что она немножко не пересекается с 1С. Вы можете сделать так, чтобы при создании товара не показывались свойства на экране, те, которые не заполнены для данного типа. То есть можно группировать по группам и скрывать. При создании товара будут отображаться только те свойства, которые действительно нужны для этого раздела, например. Там настройка в бусе такая есть. Вы можете ее настроить, чтобы не видеть большой список свойств. Потому что если в данном случае их 4, то может быть так, что их может быть 10, 20, 30, 50 и больше. И будет достаточно неудобно, особенно новичкам, заполнять эти свойства в рамках товаров. Они просто будут не знать, что для этой группы, какие свойства надо заполнить. Тот, кто хорошо каталог знает, он заполнит корректно, а вот для новичков будет сложно. Поэтому вы можете попросить либо партнеров, либо сами раскидать свойства по разделам. И при открытии в разделе конкретного нового товара будут показаны только эти свойства. Еще такое. Сейчас посмотрим. У нас появилась картинка, пакет предложений. У нас здесь один купингвин был. Вот, он у нас есть для анонса и для подробной. Ну, вот, выгрузилась картинка. Еще такой момент. Ну, то есть посмотрим сейчас клеточку. Еще такой момент. У нас, я же использовал свойства... А, это свойства не здесь. Ну, здесь как бы есть одна картинка и еще... Нет, у нас сверху. Вот дополнительная. Дополнительная картинка. То есть мы для этого предложения две картинки выгрузили. Еще посмотрим тоже. Цена у нас стоит. Склад у нас стоит. То есть тоже все это выгрузилось. Еще такой момент. Переключись на вкладочку SEO. Тут как раз вопросик. Да и не один уже штуки 3-4 по SEO. Чтобы я не отвечал, а всем. Лучше не здесь, а лучше головного товара. Здесь в торговых предложениях только название. На вкладочку SEO никак 1С не влияет. Вообще вкладка SEO настраивается в виде зависимых элементов. То есть вы можете для всего раздела создать какую-то схему формирования вот этих вот SEO элементов. Самих как бы тайтлов, самих кейвордов и так далее. И при создании товара они будут наследовать эту схему из вышестоящего как бы значения. То есть вы для раздела, например, тетради создаете свой тайтл, который генерируется в зависимости от названия элементов, в зависимости от свойств элементов. То есть вы можете в самом тайтле, например, выводить тетрадочка, запятая в клеточку. В клеточку это будет свойство, которое умеет подставляться. Там запятая 12 листов, запятая там синяя, запятая красная и так далее. То есть вы можете формировать свой вот этот вот массив из элементов, которые будут подставляться в определенные значения. И выгружаемые элементы из 1С будут фактически подхватывать эту настройку. Но делается она скорее не для элемента, а делается она скорее для раздела. Так удобнее просто. Вы для раздела один раз ручками это прописываете, а дальше все элементы это просто наследуют. Но конкретно уникальный элемент, если вы, предположим, в разделе тетрадки у вас есть какая-то нестандартная тетрадка, например, дизайнерская, и вы для нее хотите сделать какую-то другую схематику SEO, то вы можете переназначить эти свойства, то есть поставить галочку, что для данной записи элемент будет другой, поставить другие кейворды, другие тайтлы, другой дескрипшн. И все это будет прекрасно выводиться. Задемте самому товару, посмотрим, что у нас было свойство, количество страниц, которое у нас было числовое. А здесь у нас выглядит как список. У нас учитель выбирается. Саш, простите, перебью. Ребят, мы уже не раз говорили на вебинарах, я забыл сегодня сказать, к сожалению, это моя ошибка. Вы когда задаете вопрос или дальше уточняете какой-то элемент к какому-то вопросу, к сожалению, система, которая транслирует вебинар, не умеет подхватывать предыдущий ответ. А так как вопросов здесь десятки, сотни вопросов, контекст пропадает. Я просто не знаю уточняющий вопрос, к какому вопросу был, и поднять его невозможно. Потому что тот вопрос, который мы ответили, он исчезает, и я вижу только те вопросы, которые были текущие. Поэтому, когда вы пишете, например, а в какой системе, то вот это а в какой системе непонятно к чему. Пожалуйста, уточняйте предыдущий вопрос, чтобы было понятно, к какому ответу вопросу контекст. Иначе невозможно отвечать вам. Так, у нас еще у нас свойства осталось и по списку. Давайте посмотрим, какие же там свойства у нас вообще создались. Ну, есть как бы стандартные свойства есть. Страна у нас список, количество страниц, ну, он загружается, наверное, значит, как список. То есть получается, что общий реквизит, который вот указали для нескольких документов, он один и тот же. И получается, что он будет общий для, ну, вообще, для этого инфоблока. То есть получается, что у вас не будут дублироваться свойства, если вы будете использовать его как общий. То есть у него идентификатор будет один и тот же. Соответственно, его будут подтягивать все товары. А для буса неважно, какой это вид на инвентуру. Но здесь есть другая зависимость. Если их делать все общими, то там будет немножко сложно именно управлять потом товарной массой. То есть непонятно, какое свойство к какому разделу относится. Тут уже нужно, если это делать как общее, то обязательно нужно проконтролировать, чтобы для каждого раздела было проставлено, к какому разделу они принадлежат. Иначе там в этой каше, когда сотни свойств выйдут на экране, просто никто не запомнит товар. Ну, это да. То есть нужно настраивать именно свойства к разделу. Вот. Так. Что еще можно показать? Вот здесь вопрос очень часто, кстати, проскакивает. Спрашивает, возможно ли выгружать только цены и остатки, не затрагивая описание, например, номенклатуры, не затрагивая какие-то картинки. То есть чтобы они на сайте, например, были сделаны вручную, и с 1С они их не переблагают. Смотрите, если вы хотите выгружать только остатки и цены, вы заходите сюда. Ну ладно. Нажимаете настроить, снимаете флаг, выгружать товары, выгружаете флаг, выгружать предложения, выгружать свойства. В принципе, свойства, вообще их нужно очень редко выгружать, только тогда, когда они изменяются. Не нужно просто так лишний раз выгружать эти все свойства, чтобы выгружать сам обмен. Ставьте только остатки и цены, нажимаете, примените и все. Причем, если у вас выгрузка полная, то вам нужно снимать флажок, деактивировать товары, не попавшие в полную выгрузку. Потому что в этом случае у вас деактивируются товары, потому что они не выгружаются. Вам нужно или выгружать только в режиме изменений, или при полной, но снятой этим флажком. Так, ну давай двигаться будем дальше. А дальше что там? Мы сейчас с тобой рассказали про товары, заполнили описание товаров. Так, дерево мы сделали, реквизиты, дополнительные реквизиты сделали. Выгрузка свойств различных типов, влияющие, не влияющие сделали. Давай поговорим о выгрузке данных из пакетов 1С. То есть, что такое пакетная выгрузка, как она влияет на скорость, надежность, удобство, для чего вообще пакетная выгрузка и так далее. Так, ну начнем. Вообще, очень-очень часто мне обращаются клиенты и маленькие, и партнеры, причем из очень крупных проектов, потому что у них работает медленно самообмен. Почему он может выполняться очень медленно? Потому что у вас загружается неоптимально настроенный обмен, и у вас загружается очень большой объем данных, который в принципе не нужен, но он нагружает самообмен со стороны Boost, со стороны 1С. Со стороны 1С, как правило, это не очень критично, со стороны Boost это очень критично, потому что, допустим, если у вас выгружается 100 тысяч товаров, то само собой Boost будет их очень долго обрабатывать. Но я уверен в большинстве случаев, что не нужно выгружать эти 100 тысяч товаров постоянно. Поэтому, когда вы выполняете обмен, то я вам крайне рекомендую выгружать только изменения. Вообще, при настройке обмена вам нужно понять, какая должна быть актуальность данных. Допустим, как часто у вас меняются товары в 1С. Ладно, когда меняется, это... Ладно, хорошо. Как часто они у вас обновляются? Нужно понять, как часто у вас обновляются остатки, как часто обновляются цены. И как нужно, какая актуальность данных должна быть? То есть, допустим, нужно, чтобы остатки обновлялись на сайтах каждый час. Создайте настройку, чтобы у вас эти остатки угрожались каждый час. Нужно, чтобы у вас цены обновлялись тоже, допустим, каждый час. Угрожайте их вместе с остатками каждый час. Вам нужно, чтобы товары, новые товары обновлялись. Я не думаю, что они должны обновляться каждый час. Делать, чтобы они угрожались каждые 3 часа. И причем только измененные. Если же вам нужно, чтобы у вас деактивировались товары, потому что у вас появляется куча всякого ненужного мусора, делайте полную выгрузку. Но я уверен, что вам полная выгрузка не нужно делать в рабочий день. Вы можете это поставить, чтобы она выполнялась ночью. В этом случае у вас не будет все это нагружаться. И полную выгрузку, если будете вы делать, то вам не нужно, именно для деактивации, вам не нужно выгружать туда, к этому товару, ни остатки не надо выгружать, цены не надо выгружать, характеристики вам не нужно выгружать, вам нужно выгружать только товары, свойства не нужно выгружать. Ставьте, чтобы у вас флажок выгружался только товаров по минимуму, и пусть они выгружаются, и что все, что не выгрузилось, оно деактивируется. Но это деактивация не думаешь, что должна быть частная. Я думаю, что раз в неделю этого будет достаточно, чтобы очищать весь этот мусор. А, кстати, насчет деактивации товаров. Очень многие говорят, что не нужно деактивировать товары, потому что это влияет на SEO и так далее. В бусе вообще есть такая возможность, что товар, который скрывается, он на самом деле пропадает визуально только из каталога, то есть вы можете его реально скрывать, но по прямому урлу можно настроить так, чтобы этот товар отображался. То есть если этот товар заиндексирован, он у вас кончился, но этот товар для вас важен, и вы хотите, чтобы он открывался, можно в бусе настроить так, чтобы деактивированный товар исчез реально из списка, но по прямому урлу он отвечал. Поэтому можно не боясь скрывать ненужные товары, ненужные элементы, которые висят, потому что очень неприятно, когда ходишь по магазину, и там десятки товаров, сотни товаров иногда отсутствуют на складе, и они, естественно, страницами там отображаются. Во-первых, клиент видит, что у вас якобы там сотни товаров, на самом деле у вас первые две страницы есть товары, все остальное там те товары, которые когда-то приходили. Поэтому можно спокойно их скрывать, просто настроив так, чтобы они оставались в отображении по прямой ссылочке. Причем я уверен, что в бусе можно настроить так, чтобы отображались только те товары, в которых, допустим, есть остатки или есть все цены. Поэтому диктиваться вообще в принципе можно не выполнять, потому что когда выгружается все товары, и этих товаров очень-очень много, это очень существенно нагружает саму базу именно со стороны буса, когда он загружает, начинает там что-то индексировать, что-то делать, это очень-очень долго может быть. Для оптимизации мы делали так, что, еще раз повторюсь, выгрузку только новых и измененных картинок, потому что мы делали анализ, и особенно у заметных крупных клиентов. Допустим, у него угрожается, выполняется полная выгрузка, у него угрожается 50 гигабайт информации, из которых 449 с половиной гигабайт, это одни картинки и файлы. А зачем их постоянно грузить? Потому что одни, как правило, одни и те же. И при оптимизации выгрузки только новых и измененных очень сильно уменьшилось время обмена, потому что эти картинки не передаваются, и с точки зрения передачи данных они это все оптимизировались. Также, что было еще сделано? Выгрузка по пакетам. В одно время в 1С была такая проблема, что когда база большая, начинается формирование файлов XML, и в 1С не хватало памяти для обработки и хранения в оперативной памяти всей этой информации, чтобы она поставлялась. Поэтому был реализован механизм пакетной выгрузки данных. То есть берется тысяча товаров, формируются по нему все данные, остатки, цены, характеристики, и отправляются на сайт. Если все отлично, берется следующий пакет, с следующими тысячами товаров, все выгружается на сайт. В данном случае это улучшает козоустойчивость со стороны 1С, но это также со стороны Boost. Потому что если у вас какой-то товар некорректный, допустим, некорректные стимулы в нем, то да, этот пакет будет глюченый, и он не обработается полностью. Зато остальные пакеты обработаются, и эти данные будут на сайте. Также пакеты реализованы для свойств, потому что свойства может быть тысячи, а эти свойства бывают списочные, у них может быть очень много значений. И для оптимизации также можно их выгружать по пакетам. Причем, еще раз повторюсь, свойства можно выгружать отдельно, можно выгружать со всеми. Поэтому свойства, как правило, тоже обновляются нечасто, поэтому их тоже можно разделить по времени. Единственный такой момент, что на текущий момент, когда вы делаете настройки по времени, то нужно сделать так, чтобы это время не пересекалось. Потому что если у вас выполняется какой-нибудь обмен на сайте, и начнется выполняться какой-нибудь следующий обмен, то эти обмены будут друг друга конфликтовать, и возникнут ошибки. Сейчас у нас стоит в планах доработка, чтобы у нас все становилось в очередь, и это ничего не падало. Но пока что этих очередей нет, поэтому нужно делать аккуратно так, чтобы эти настройки не пересекались. Что еще по оптимизации? Версионность, я про нее уже рассказывал, но во время отладки версионность лучше отключать, во время уже нормальной работы версионность лучше включать, чтобы смотреть по версионности. То есть в данном случае тоже значительно оптимизируется обмен. С УТ-11 есть небольшая проблема, когда свойства товаров меняются по какой-то обработке, не сохраняя сам товар. В данном случае у вас версия товара не изменяется, а свойства меняются, и в данном случае товар не обновится. Это такая проблема, только вы ввести в УТ-10.3, ну и там УП-1.3, и конфигурация, которая на основании правильной торговли 10.3. В данном случае нужно, когда если вы добавляете какие-то свойства для товаров менять, нужно пересохранять сам товар, чтобы у него изменилась версия и на сайте он обновился. И еще такой момент УТ-11, который есть, это вот с картинками. Когда картинка добавляется с помощью какой-нибудь обработки, смотрите, чтобы приклеенный файл подставлялась к расширению, потому что из этого расширения поставляется при создании этой картинки на сайте. Поэтому, если изогрешения там не будет, то может быть некорректная работа. Это нужно следить. Ну, в общем, все по рекомендациям, по основным. Что нужно делать, чтобы делать, чтобы это было более-менее оптимально. Конечно, есть еще более тонкие настройки. Вы можете залить конфигуратор и оптимизировать запросы. То есть у меня запросы, как бы они под весь функционал заточены. Вы можете, например, допустим, не использовать вообще характеристики в принципе. Вы можете зайти в пакет запросов и удалить часть запросов, которые связаны с характеристиками, что это оптимизирует эту работу или какой-нибудь там еще функционал. В данном случае у меня обмен универсальный для большинства. Можно всегда как-нибудь заточить, оптимизировать. То же самое с документами, которые мы сейчас не рассматриваем. То есть вообще все это настраивается очень-очень сильно, можно очень-очень сильно. И это существенно ускорит обмен со стороны 1С и будет меньше данных. И, соответственно, ускорится загрузка данных в самом бусе. Фактически, дополняя Сашу, можно сказать, что обмен можно разделять на несколько потоков. То есть можно каждый поток делать с разным временем выгрузки. К сожалению, на данный момент потоки не должны пересекаться. Вы должны обязательно при создании таких поточных выгрузок делать так, чтобы одна выгрузка успевала закончиться, а вторая начиналась. Что такое разделение по потокам? Это когда выгружаются цены отдельно, свойства, например, отдельно, товары отдельно и так далее. Остатки, например, отдельно. Тем самым вы не гоните в огромный поток данных сразу целиком. Они быстрее обрабатываются. Намного, кстати, быстрее обрабатываются. Мы сейчас как раз ведем, работаем над темой. Оно, скорее всего, выйдет чуть позже, скорее всего, к новому релизу, может быть, чуть раньше. Чтобы была возможность выгружать прям пересекаемые пакеты. Они будут строиться в очереди и не мешать друг другу при выгрузке, скажем так. Но пока вы при настройке пакетов должны отслеживать вот это время, чтобы оно не пересекалось и не мешало друг другу. А так это очень сильно ускорит обмен. Давай немножко пройдемся по вопросикам. Клиенты просят прокомментировать термин реал-тайм обмена. Давай я прокомментирую, что это такое. Саша меня дополнит уже в раскладе 1С. Реал-тайм обмен – это обмен, который происходит мгновенно. Работает он только для обмена заказами. То есть это сделано для того, чтобы клиенты, которые сидят внутри 1С, ну, менеджеры, которые сидят внутри 1С и не смотрят, что происходит на сайте, видели оперативно ту информацию, которая поступает в виде заказов. То есть при реал-тайм обмене поступивший заказ мгновенно выгружается в 1С. Обмен там происходит чуть ли не раз в минуту, даже еще чаще, насколько я знаю. Там совсем маленький объем данных. Он передает этот заказ мгновенно в 1С. И в 1С менеджеры сразу видят этот заказ и могут его начинать обрабатывать. Правильно же? Да. Обмен в реальном режиме времени не работает для товаров, не работает для других сущностей. То есть этот обмен работает только для заказов. Потому что оперативность не нужна ни для товаров, не нужна обычно ни для каких-то других сущностей. И там объем данных может быть очень большой, и там не будет уже никакого реал-тайма, потому что пакет будет огромен, и он может по 10-15-20 минут выгружаться. Еще сразу вопросы. Ребята заметили, что вес у тебя попал не в торговый вес, а попал в... просто как свойство. А он по-хорошему должен был на вкладку торговых этих попасть. Есть ли возможность это сделать так, чтобы он попадал правильно? Сейчас посмотрим. Давай посмотрим. Так, у нас... Несколько человек заметили этого. Ну вот, заходи в любой товар, я тебе сейчас покажу, про что они говорят. Вот где вес у тебя товара? Вот, видишь, он у тебя где? А он у тебя должен быть вот здесь. Вот это вес грамм 500, это пришло с 11-ки или это значение было здесь? Если пришлось с 11-ки, все корректно. Давай посмотрим. Здесь у нас вес такой, 10. Значит, должно быть тут только 10. Нет, в 11-ки посмотрим. Нет, в 11-ки 10. Ага. Ну, коэффициент там единичка, насколько я видел, стоял. Где это у нас? Торговый каталог. Вот следующая вкладка параметры. Коэффициент единичка стоит, не может здесь никакие 10 тысяч быть. Почему это коэффициент? Ну, у нас гжать, я не знаю, почему у вас пересчитывается на 10 тысяч, потому что с 11-ки коэффициентом точно единичка. Ну, давай проверим. Ну, насколько я понимаю, вес попал, только непонятно, почему такое значение, из-за того, что это все-таки демо-данные, вот коэффициент. Это штучный товар, у него фактически, ну, не могут быть никакие делители. А, ну, может, думаешь, что это килограммы, а это в граммах. Кстати, здесь вес в граммах, все верно. Ну, а это может считать, что в килограммах. Если здесь 10 килограммов с 11-ки прилетело, то все в порядке. Нет. Нет, все хорошо, выгрузились данные корректно, выгрузились они сюда, то, что произошла конвертация, это все правильно. Если в 1-эс действительно было 10 килограмм, то это 10 тысяч. Здесь из 11-ки пришла цифра 10, но, скорее всего, может, в бусе настроено то, что штуки это в то же самое килограмм, а отгружается в 10 граммах, и поэтому... Нет, ну, вес товара к штукам отношения не имеет, это вес элемента, то есть вот iPhone весит 100 грамм. Ладно, я скажу, скажу, как есть, угружается 10, 10 штук, угружается единица измерения штук. Смотри в 11-ки, сколько 10, это чего 10? Штук там. Нет, ну, не штук, это же единица измерения веса. Она в штуках не имеется. Просто самому интересно, у нас просто были до этого проблемы, а сейчас, насколько я знаю, все хорошо должно выгружаться, поэтому хочется, чтобы все разобрались. У нас выгружается... Это телевизор был, да? Ну, да. Угружается штука, у него... Он весит 5 килограмм. Вот, выгружается он... Ну, ну, как-то до 5000 должно было быть. Угружается он как... Очень, конечно... Как он... Почему выгружает цифра 5, в XML могу точно сказать. Ну, почему-то до десятка попала в свойства. А, дожди-ка, я там тизер смотрел вообще. Я типа, поэтому уточняю, что там-то действие выгрузилось. Че я смотрю там? А я холодильник смотрю. А-ну, тебе тут какой нехороший. Так, ну, в данном случае у нас здесь... Ну, надо здесь 10 килограмм выгружать. Вообще, на самом деле... Все, вот, теперь все корректно. 10 килограмм. То есть 10 килограмм попали из 1С, так как бус показывает все значения обязательно в граммах. Почему в граммах? Потому что все расчеты для систем расчета доставки почти всегда работают в граммах. Поэтому мы преобразовываем все в граммы и показываем все в граммах. Из 1С прилетело значение 10, оно просто попало в свойства. Свойство, кстати, его не обязательно выгружать, оно там бессмысленно. И оно попало правильно на вкладку торгового каталога, где оно преобразовано было в граммы. То есть выгрузили на 10 килограмм, они попали в систему, стали 10 тысячами грамм. Все хорошо, все отлично выгрузилось. Хорошо, что хорошо. Так, а... В чем мы тут спрашивали, именно в самих предложениях у нас единицы вмерений не выгружаются. Давай проверим. Понятно. Во-первых, я не задавал. А, ну ты просто не задавал. Она тоже вот здесь должна. Во-вторых, там нет такого понятия, как вес для определенной характеристики. Нужно как свойство делать. А вот это, кстати, другая проблема. Это нужно, скорее всего, в нашем модуле сделать так, чтобы мы дублировали вес. Редко, когда характеристика влияет на вес. Хотя влияет, смотря что продаем. Мебель или еще что-то. Да, непонятно, как здесь правильно сделать. Вообще, можно, конечно, извращнуться, чтобы вес поставлялся. Нужно посмотреть в документации, какой должен быть идентификатор веса, ну, свойство веса, и его принудительно привязать в УТ-шки. И тогда как-то теоретически можно сделать так, чтобы свойство характеристики попадало вот сюда, в этот вес. Но это такая очень нетеревиальная задача. Я не уверен, что она будет работать. Так, и еще. При двухфакторной авторизации невозможно подключиться к сайту для обмена с 1С. Пометь, для себя надо проверить. Приключенная двухфакторная авторизация. Возможно, но я ничего делать не смогу. Ты сможешь сделать, там ничего сложного в этом плане нет. У нас есть специальные коды генерировные, как вот для мобильного приложения, которые ты можешь автоматически получать и пропихивать их для интеграции. Пропихивать некуда их. Не, ну мы все равно там что-то сможем сделать. Я думаю, можно будет это как-то обойти. Марин, если вам не сложно, это был ваш вопросик к самым первым. Тут несколько раз он поступал. Напишите, пожалуйста, тикет в техническую поддержку по этому поводу. Мы обязательно посмотрим и решим этот вопрос. Естественно, двухфакторная авторизация для больших сайтов – это очень важный параметр, и мы обязательно сделаем его поддержку в каком-то либо виде. Мы подумаем, как это правильно сделать. Здесь, скорее всего, работа будет не Сашина внутри 1С, а это, скорее, в бусе нужно будет как-то сделать. Мне, скорее всего, нужно будет еще и какой-нибудь параметр добавлять в бусе. Да, в бусе мы сделаем поддержку. Так, ну, я думаю, нужно заканчивать. Полтора часа. Не будем превращать вебинар в огромное двухчасовое шоу, так скажем. Спасибо всем, кто присутствовал. Спасибо всем за вопросы. Я максимально пытался ответить на все вопросы, которые мог, задавал с Сашей, которые были интересны, вопросы как бы большому кругу людей. Если мы на что-то не ответили, то простите. К сожалению, вопросов очень много. Было приятно вам рассказывать. Если вам понравился вебинар, то вы можете оставить отзыв во вкладочке «Questions», написать, насколько он вам понравился, ваши отзывы нам важны. Мы стараемся с Сашей прислушиваться к вашим отзывам и сделать вебинары как можно более интересные. Если у вас есть идеи, то вы можете зайти на сайт идеи, это idea.1sbitrix.ru и рассказать про те идеи, которые у вас есть по 1С. Саша очень быстро их реализовывает. То есть фактически по 1С нет идей, которые не были бы реализованы у нас. Есть, но они очень сложные. И нужно делать еще вместе с бусом. А в бусе он делается не так быстро. Да, в бусе это не так быстро делается. Всем спасибо. Приходите еще. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok